Вместо мишени здания и автомобили. Подросток в Барановическом районе обстрелял школу. К счастью, прохожих или детей поблизости не оказалось, но история продолжилась. Похожие следы от пуль спустя несколько часов появились на фасадах ближайших домов. Петр Бутрим пытался разобраться в непростой детективной истории. Размеренная и тихая жизнь агрогородка и вдруг выстрелы прямо посреди вечера. Попавшая под обстрел школа находится не в самом людном месте. Поэтому ни звуков пневматики, ни разбившихся стекол сначала никто не услышал. Хулиганский поступок взбудоражил людей только на утро. Поупражняться в меткости выпускник этой же школы, сейчас учащийся лицея, решил в компании друзей сначала на стеклянных банках. Однако забава с мелкими мишенями подростку быстро наскучила. Целью хулигана стали окна местной школы. С дистанции примерно в 5 метров он нанес почти два десятка выстрелов. Мы со сторожем обходили всем 15 по территории школы и случайно заметили какие-то, смотрю, паучки на окнах. Начали внимательно просматриваться, там пулевые отверстия, ну такие, как от шарика. Значит, посмотрели по всем окнам, с этой стороны насчитали 17 таких пробоин. По счастливой случайности в вечернее время детей не было ни в здании школы, ни на спортивных площадках. Настораживая другое, уже очень похожие следы от пуль были замечены и в соседних дворах тем же утром. Встал в 4 утра на работу, открываю двери, с салона осветила лампочка. Смотрю на сиденье с стеклой, я не понимаю, что случилось. Сразу на лобовую посмотрел и было видно, что шариком, ну вот как пневматика сразу. Что подтолкнуло к хулиганству подозреваемый 17-летний подросток, у которого изъяли пневматику, объяснить так и не смог. К слову, ранее он не единожды привлекался к административной ответственности, поэтому на этот раз закон к нему будет куда более суров. В Барановичском межрайонном отделе Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 3039 хулиганства Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту повреждения 11 стекол в средней школе в городке Жемчужный. В результате стрельбы из пневматического оружия ущерб учреждению образования составил около 1000 рублей. Теперь сомнительное развлечение может стоить юноше не только штрафа, но и ареста от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы. Это уже не первый в области случай хулиганства подростков с пневматикой в руках. Так в Бресте под обстрел попал рейсовый автобус. Что важно, в обоих случаях стрелков удалось найти по горячим следам. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова